Здравия и процветания, братья и сестры славяне! Аз есмь Арий Радослав! И сейчас я хочу предоставить вашему вниманию ряд андских артефактов, хранящихся в Национальном музее истории Украины в городе Киеве. Антия, андское царство, андское княжество – это славянская ведическая держава, основанная на ведических идеях чистоты, сохранения и защиты духовности и культуры. Антия получила такое название в честь великого скидского скифского князя Анта, при котором был последний рассвет могущества великой скидской державы, которая возродилась над Днестром и оттуда объединила территории нынешней Украины, Молдавии, а отчасти Румынии. Это было около 2500 лет назад, но уже намного позже, 2000-1500 лет назад, Антия расцвела в великую державу, объединявшую под своим началом значительные территории Восточной Европы. Частично Антия известна современным исследователям, как черняховская культура. Славяне Антии пользовались целым рядом письменностей, в частности, Аум-Ар-Асией, протокириллицей, несколькими видами рунических письменностей, и летицей, протоглаголицей, о чем нам свидетельствуют многие артефакты Национального музея истории Украины в городе Киеве и Московского исторического музея. Антские календарные чаши, другие древние календарные предметы, в частности, посудины с ратайскими крестами календарного предназначения. Среди ритуальных украшений можно найти предметы, связанные с пониманием строения сварги, в коей находится наша Вселенная, галактическо-свастические символы, ратайские кресты, множество антских украшений, которые, по сути дела, являются лигатурными надписями, состоящими из литических, протоглаголических знаков письма. Ведь летица – это одна из древнейших славянских письменностей, на основе которой христиане создали глаголицу, еще ранее, чем Кирилл и Мефодий на основе Аум-Ар-Асии создали свою кириллицу. Лигатурные надписи антских украшений можно прочитать и можно четко установить, что это не просто орнамент, а что это лигатурные надписи, объединенные, спрессованные и стилизированные так, чтобы выглядеть как достойные украшения. Как сложившаяся система письма астрологическо-научного предназначения, летица существовала за тысячи, а то и десятки тысяч лет до составления христианской глаголицы на ее основе. У врагов духовного развития существует метод навязывания лжи, когда человеку дается возможность выбирать из двух или более видов лжи, что ему считать правдой, в то время как настоящая правда вообще убирается из его поля зрения. Такая же ситуация происходит в современной науке и в современном, так сказать, славянстве с пониманием глаголицы. Некоторые считают, что это конкретно христианское письмо, придуманное христианами с нуля, и что до него, в принципе, ничего не было, но, возможно, были какие-то примитивные славянские знаки, которые христиане собрали, структурировали и придали им завершенную форму. Другие, например, как Александр Юрьевич Хиневич, говорят, что глаголица исконно славянское письмо, и даже говорят о том, что якобы у них есть тексты, которым по две и более тысячи лет написанное глаголицей. Есть и некоторые другие промежуточные виды лжи. Однако, глаголица была созданная христианами из летицы и упрощенно искаженных вариантов летицы лишь за пару столетий до того, как они создали кириллицу. В то время, как до этого существовала чистая летица или какие-то региональные разновидности летицы в зависимости от потребностей или диалектов славян, и это мы можем проследить на множестве древних археологических предметов. Поэтому, с одной стороны, есть теории современных ученых, с другой стороны, есть такие же бездоказательные теории современных, так сказать, славянских деятелей. Я предоставляю вам не столько теорию, теорию полетиться я предоставлял в соответствующем видео, и еще буду предоставлять во многих видео, и в текстах. В принципе, у меня готов материал на издание книги по летице, и проблема состоит только в том, чтобы издатель ее наконец-то издал. А сейчас я привожу конкретные древние артефакты, то есть присутствие литических знаков на предметах, которым 5000 лет, 4000 лет и 3000 лет. Ну и, конечно же, более поздних предметов. Да, часто эти знаки разрозненные, однако и сейчас присутствует такое явление, когда на том или ином предмете ставится какая-то буква, как логотип, или для обозначения какого-то. В то же время мне удалось найти ряд лигатурных литических надписей на сарматских украшениях и украшениях ангского времени. Поэтому тут же я предоставляю таблицу, где привожу древнейшие разновидности найденных мною литических знаков и указываю время, к которому принадлежат предметы, на которых они находились. Большинство этих предметов древнее христианства как такового вообще на 3-2 тысячи лет. Кроме того, это именно знаки литицы, а допустим, не глаголицы или не еще какой-то другой письменности, потому что эти знаки, их смысловое значение, их соотношение, их использование, как раз характерно литицы. В глаголице оно уже несколько изменилось, несколько приблизилось к стандартам АУМ-АР-Асии, прототипа кириллицы, и даже греческих письменностей. Но тут есть свои особенности, поэтому для более детального понимания советую ознакомиться с теми материалами по письменности, которые я предоставляю на своих каналах в Ютубе и на своем сайте. Я свято уверен, что факты – это лучшие друзья любого исследователя, независимо от того, в какой конкретно области проходят его исследования. И далее, в Национальном музее истории Украины присутствует несколько предметов, знаки на одном из которых можно атрибутировать как знак ОМ из АУМ-АР-Асии, или даже лигатуру ОМ и ИЖИЦы, или ОМ и буквицы Вести. Другой же предмет может изображать литический знак. Возможно, Веди, возможно, какой-то другой. Это зависит от конкретной ориентации этого предмета в пространстве. И далее, присутствует целый ряд предметов, на которых присутствует ратайский крест, то есть крест в круге, и на которых присутствует солнечная символика, то есть точка в круге. Все сходится. Это предметы потомков-выходцев из ратайи, гипербореи, северной прародины человечества. И это предметы представителей культа Ара, культа Солнца, культа чистого света, знания и разума, коими и были наши предки. Пожалуй, на этом это видео подходит к концу. Советую ознакомиться с предыдущими видео по Киевскому музею, Национальному музею истории Украины. Также напоминаю, что далее будут новые видео, развивающие ряд уже обозначенных тем и затрагивающих много новых. Со временем обязательно будет сделана новая фото-видеосъемка Национального музею истории Украины, где будут представлены и экспонаты трипольской культуры, и скитии, сауроматии, и другие интересные и важные предметы, значения и понимания которых, я считаю важным и нужным для тех, кто стремится к познанию истины и духовному развитию. Успехов Вам в духовном развитии! Слава правию! Богу правды! Слава правде!